Всем огромный-огромный привет! Я рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Лайф. И у нас, как всегда, после обзора разбор полетов. Прочитала я ребят у себя на канале очень хороший комментарий. Мне захотелось поделиться с вами этим комментарием и порассуждать над ним. Я увидела совершенно несчастного пацана, которого заставили ходить с ними, а ему не хотелось. Что касается леденца, у нее что, совсем крыша поехала? Три раза она за этот леденец вещала. Что касается кроссовок, кажется, январь месяц на дворе, у них морозы. Нафига покупать кроссы с перфорацией? И последнее. По поводу пайка. За такое отношение к ребенкам они доиграются. Вместо пайка дома претендуют на пайку в совсем другом месте. В общем, показательная работа над ошибками провалилась с позором. Плюс прибавили себе новые. Да, проблемы. На самом деле я и говорила об этом в обзоре, что ребенок ходил туда-сюда. Взяли вот эту, слушайте, ватрушку, бублик и взяли эту ледянку. Зачем? Показательно взяли. Причем эта ватрушка, этот бублик, да, он такой маленький, что для маленького ребенка. Зачем приехали туда, к этому Ашану, к этой Меге, там, не поймешь что. Для чего? Чтобы поснимать. А этот ходил за ними и околел. Причем, понятное дело, что уже изначально устраивали показательные представления. Потому что и Абдугани, конечно, тоже с нами. И как Уралка сказала в начале, что якобы покажи Абдугани, потому что он же не с нами. То есть Абдугани, получается, с ними не живет, не бывает, а сейчас, получается, с ними. И здесь намутила, и здесь наляпала своим языком не в попад. Ну, правда, в попад четко заявила, потому что он не с вами. По поводу кроссовок, ребят, это действительно вот отмечено правильно. Какие кроссовки? Какие кроссовки зимой, когда минус? Для чего нужны были эти кроссовки? Ну, про Найк я молчу, Найк в пакетике, это смешно. Понятно, что это никакой не Найк. Ну, Сафару, абы поляпать языком. Видимо, чтобы люди, которые совершенно не разбираются в брендах, позавидовали, наверное. Этот Найк разлетится за неделю. Лучше бы купила теплую одежду пацану. Околел, пока ходил с вами по съемкам, либо нефиг его таскать за собой. Кстати, интересно, как это они сходили в гости, походили по гостям и остались голодны. И тут же поперлись в кафе жрать. Видимо, переживала больше за себя, что останется голодная, нежели что останется голодным мальчик. Потому что для мальчика там же паёк, да. Там паёк, выделяется ему определённое количество фруктов на день, и чтобы больше не просил, потому что это деньги. И, ребят, уже сколько раз она говорила, то он прожорливый, то у него паёк, то бутерброды она ему не хочет давать. И действительно, ребят, они доиграются. Когда-то они доиграются. И так в Екатеринбург была эта поездка неспроста. И не по гостям походить, ребят, не по гостям они ходили. По виду сафара было уже заметно. Посмотрите, уралка как заплыла. То ли от жрачки, то ли от проблем, то ли от бесконечных слёз. Глаза просто одни щёлки, они даже не открываются. А этот стоит страшный, сморщенный. Если у сафара раньше более гладкое было лицо, то теперь оно всё в морщинах. Походу, нервы сдали. Проблем дофигища. А кто эти проблемы создаёт? Сами создают проблемы. И, ребят, неспроста они ездили в Екатеринбург. Ну, а про леденец это вообще, ребят, жесть. Это просто жесть. Это, знаете, показательное представление с этим леденцом из-за того, что в прошлый раз в торговом центре не купили леденец. И не потому, что не хотела, обдугани его. Потому что уралка не купила. Да, потому что не купила уралка. Сказала, бери. А потом ушли от этих леденцов. Главное, она знает, для чего леденцы. Она прекрасно знает, да, на что это всё похоже. Мерзость-то какая. И ржут вдвоём. Фу! Насколько омерзительная эта парочка. Ну, они когда-нибудь допрыгаются. Они когда-нибудь реально допрыгаются. Вы знаете, хоть мне и пишут, что, ой, это обычный пацан из Таджикистана. Он знает, для чего он приехал. Их воспитывают там по-разному. Ребят, мне всё равно было его жалко. Потому что это ещё ребёнок. Ну, сколько ему? Десять? Одиннадцати вроде как ещё нет. Ещё не вспоминали про день рождения. И это своего рода ещё ребёнок. Ладно, папашка. Хотя какой папашка? Где он видел этого папашку? Где он видел? Папашка, что его воспитывал? Что рядом с мамой находился? Нет. Поэтому для него это не папашка, а своего рода тоже какой-то чужой человек. Да ещё и рядом такая гора, которую тоже надо якобы уважать. А очень заметно, как он её уважает в кавычках. Поэтому, ну вот, жалко мне, да, ребят? Вот реально, мне его жалко. Ходил, мёрзнул. Он замёрз. А она его всё таскала. А пошли, обдугани, вот, на эту горку. А пошли, а вон туда. А вон туда ещё тоже можно сходить. И никуда он не сходил. И нигде он не покатался, а только окалел. Ну, главное, что уралка три бух набила в кафе, да? А прикинулась голоднёхонькой. Сафар-салат у неё отобрал. Даже в Ашан не зашли, чтобы погреть его. А знаете почему? Потому что соблазн велик. Много можно денег там потратить. Там же много чего есть. Поэтому не положено. У пацана паёк. А зайдёт туда, глаза будут гореть. И то захочется, и то захочется. А купить нельзя. Да, купить нельзя. Сафарка не разрешает. Потому что ему самому денег не останется. А вообще, вы знаете, вот ей же писали. Зачем вы показываете ребёнка? Писали же её хомяки. Но она же никого не слышит. Она мало того, что торгует собой и сафариком. Она решила ещё и ребёнком поторговать. Слушайте, деньги для этой бабищи не пахнут. Понимает, что если даже ещё и на превью выставит ребёнка, то просмотров будет больше. Ужас. Торговать ребёнком – это низко, Уралочка. Это низко. Тем более, вспоминать какой-то сраный леденец. Целый видеоролик, который купила, как будто от сердца сто тысяч оторвала. Ужас, ребят. Короче, у меня нет слов. Нет слов. А пацану совершенно не хотелось ни кататься, ни гулять там. Вы заметили, когда Уралка примастила свой зад и присела? Он присел рядом. Не от того, что ему хотелось сесть с мачехой. А потому что ему ничего не хотелось. И эта поездка ему была в тягость. Его взяли с собой для отмазки и для постановочного сюжета. Что «добрая» мачеха и папашка о нём заботятся. Вон и красочи Найк в пакетике купили. И на горку запёрли. И заморозили его там. Вот это сюжет. Ай да молодцы. В очередной раз провалились со своим сюжетом. И опозорились. Ну а шо? Мыслей уже нет никаких. Фантазии не работают. Куча проблем. Да, которые решаются в Екатеринбурге. Уже в который раз они туда мотаются. Не для прогулки, ребят. Не для прогулки. И не для того, чтобы купить кроссовки. Это смешно, ребят. Ехать и полить топливо, чтобы купить кроссовки. Понятное дело, что проблемы, проблемы. А тут ещё позитивный ролик пилить. Поэтому и очередной провал со сценарием. В общем, ребят, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии. Оставляйте своё мнение. Ну а я хочу напомнить, что это лично моё мнение. И я его никому не навязываю. Каждый вправе думать по-своему. Потому что мы с вами все разные. И воспринимаем ту или иную информацию тоже по-разному. И это нормально. Жду ваших комментариев. Жду вашего мнения. Прекрасного всем настроения. Позитивных эмоций. Мирного неба над головой. Любви, добра, понимания. И, конечно же, здоровья. Здоровья и ещё раз здоровья. Берегите себя. Берегите своих близких. Обнимаю вас всех. Пока-пока.